Привет! Это Екатерина Воропай, и сегодня в выпуске. Российская армия обстреляла Винницу, что известно об одном из самых жутких обстрелов этой войны. Экономические проблемы добрались до сферы технологий. Tesla и Microsoft увольняют сотрудников. Курс евро упал впервые за 20 лет, и для экономик стран Европы это плохая новость. Но прежде чем мы начнем, хочу вас пригласить становиться спонсорами нашего канала. Регулярные донаты от спонсоров позволяют нам планировать работу и реализовывать всякие крутые идеи. А спонсоры получают не только моральное удовлетворение от того, что помогают каналу становиться лучше, но и всякие другие бонусы. Например, они могут влиять на тему будущих роликов и общаться с нами в закрытых чатах. Так что нажимайте кнопку «Спонсировать» и присоединяйтесь к сообществу наших спонсоров. Вчера утром четыре российские ракеты «Калибр» ударили в центр Винницы. В это время на улицах 300-тысячного города ездили трамваи, прогуливались люди и работали кафе. Удар пришелся по местному дому офицеров и медицинскому центру. А взрывная волна и осколки этих зданий уже обрушились на соседние жилые дома, парковки с автомобилями и местный бизнес-центр. В результате погибли 22 человека. Среди них три ребенка. Еще 52 человека сейчас находятся в больницах. Среди них тоже трое детей. По данным местной администрации, еще 46 человек находятся под завалами. Здесь важно понимать, что «Калибр» — это высокоточная ракета. Она попадает ровно туда, куда ее навели. В передаче Владимира Соловьева уже заявили, что Винницкий дом офицеров был военным объектом. Кстати, за несколько часов до удара в его зале должна была дать свой концерт украинская певица Роксолана. Она в своем инстаграме сообщила, что от обстрелов погиб член ее команды. По заявлениям государственных российских СМИ, в доме офицеров якобы находился пункт размещения украинских военных. А взрывная волна повредила запасы дезинфекторов в медицинском центре, начался пожар, и уже он привел к жертвам среди населения. И еще удар по Виннице прогремел ровно в тот же день, когда в Гааге открылась конференция по привлечению России к ответственности за военные преступления на Донбассе. Ее участники смогли увидеть их лично, на экранах своих смартфонов и практически в прямом эфире. Эти кадры облетели весь мир. Особенно ошеломляет селфи-видео молодой мамы, которая гуляет со своей 4-летней дочкой. Это последние минуты жизни этой девочки. И за жизнь мамы сейчас борются медики. Украинская сторона заявила, что считает такие удары еще одним доказательством терроризма. И будет требовать признать Россию страной-террористом. Удар по Виннице стал одним из самых кровавых в этой войне. До этого город обстреливали 6 марта. Тогда российские ракеты уничтожили местный аэропорт и погиб один человек. Кроме этого, вчера обстрелом подвергся Николаев. Там ракеты уничтожили гостиницу Николаев, повредили торговый центр, несколько жилых домов и школу. Независимые украинские аналитики утверждают, что ужесточение давления на гражданское население связано с тем, что ВСУ продолжает уничтожать склады с боеприпасами и командные пункты российской армии вдоль линии фронта. И российские генералы сейчас ничего не могут противопоставить этой тактике. Какие ассоциации у вас вызывают компании Google, Microsoft, Tesla и Meta? Наверное, первая мысль — это инновации, огромное количество сотрудников по всему миру, наполеоновские планы на будущее и гигантские бюджеты. Но вот сейчас у мастодонтов мирового рынка технологий не такие радужные перспективы. Холдинг «Алфавит», владеющий Гуглом, не будет набирать новых сотрудников. Такое решение было принято из-за экономического спада, который, как ожидается, затронет все сферы мировой экономики. Генеральный директор Гугла Сундер Печае написал в электронном письме сотрудникам, что тучные времена компании закончились. Целью на 2022 и 2023 год станет оптимизация процессов, сокращение инвестиций и перераспределение ресурсов в более перспективные области. И это для Гугла в новинку. Исторически компания была относительно невосприимчива к экономическим спадам в технологическом секторе. Интернет-гигант приостановил найм сотрудников лишь однажды, после финансового кризиса более 10 лет назад. Но с тех пор он регулярно набирает новых работников. В алфавите материнской компании Гугла работало почти 164 тысяч человек. И это был не предел. Гугл никогда не экономил на персонале, а еще финансировал даже экспериментальные разработки, которые могли вообще не выстрелить на рынке. Но теперь это может измениться. Но Гугл — это не единственный пример. Другие технологические компании тоже пострадают от нарастающего кризиса. Сейчас расскажу об этом, но сначала реклама. Не проматывайте ее, пожалуйста. Это помогает каналу развиваться. На нашем канале мы обсуждаем политику и рассказываем вам про важные события в мире. Оценивая значение любой новости, стоит понимать, что все важные политические события на самом деле борьба идеологий. Яркий пример здесь — холодная война, когда социализм СССР столкнулся с капитализмом и эксплуатацией рабочих в США. Идеология — это не какая-то абстрактная теория, а то, что буквально определяет нашу с вами повседневность. Что мы можем купить в магазине, какое получаем образование, какую медицину выбираем. Представители разных идеологий — либералы, консерваторы, анархисты — по-разному представляют себе армию, у них разные отношения к проблемам мигрантов, правам меньшинств и экологии. Даже на такие, казалось бы, общие вещи, как задачи школьного образования или благоустройство общественных мест, у разных идеологий будут разные взгляды. На таких бытовых примерах о борьбе идеологии рассказывают на курсе, который запустила образовательная платформа Level One. Он поможет вам разобраться, кто есть кто в мире политики и как идеологии влияют на нашу с вами повседневную жизнь. За шесть недель вы разберете главные идеологии современности, научитесь отличать левых от правых, разбираться в запутанных речах политиков и сформулируете или уточните собственные политические взгляды. Лектор курса Михаил Дьяконов, член Международной социологической ассоциации, лектор и участник множества конференций по всему миру. Раз в неделю вы будете встречаться с ним на вебинаре, онлайн или в записи. Также у вас будут дополнительные материалы, чек-листы, таблицы, схемы – все для эффективного погружения в тему. Плюс домашние задания и чат с лектором и сокурсниками, где можно будет обсудить сложные моменты. Доступ к курсу останется у вас навсегда, а по промокоду BANAN.DV скидка на курс 20%. Записаться можно по ссылке в описании. Возвращаемся к нашей теме. Я рассказывала о том, как Google пытается адаптироваться к кризису, оптимизирует процессы и приостанавливает поиск специалистов. Подобная ситуация складывается и в других технологических компаниях. В мае SnapInk, владеющая Snapchat'ом, и LiftInk, агрегатор такси, тоже заявили, что замедляют набор сотрудников. Несколько недель спустя и корпорация Tesla объявила о 10% сокращении рабочих мест. Главный конкурент Google, Microsoft, тоже последовал их примеру. Компания Meta также пересмотрела свои планы по найму новых сотрудников из-за опасений по поводу экономической ситуации на мировом рынке. Конечно, компании пытаются подсластить горькую пилюлю для своих сотрудников. Мол, новые препятствия – это поле для новых возможностей, креатива и творческих идей. Но на самом деле решение притормозить привычный набор сотрудников, скорее всего, напрямую повлияет на деятельность и продукты компании. Ведь меньше сотрудников – это меньше новых идей, меньше возможностей для их воплощения и меньше новых разработок, выходящих на рынок. Так что, похоже, о стремительном развитии прорывных технологий, их массовом распространении пока что можно забыть. По крайней мере, в перспективе следующих нескольких лет. Расскажите в комментариях, а вашу профессиональную область захлестнула волна увольнений? Может быть, у вас на работе сократили штат или провели в освобождении трудящихся? Пишите, нам будет очень интересно это почитать. Евро впервые за 20 лет стоит дешевле, чем доллар. 13 июля за евро на торгах давали где-то 99 центов США. До этого такое падение было всего один раз – в 2002 году, в год запуска евро в наличный оборот. Сейчас курс держится примерно один к одному, но евро имеет явную тенденцию к ослаблению. Bloomberg разобрался, как так произошло, чем это грозит и что нужно сделать, чтобы евро все-таки поднялся. Почему евро дешевеет? Во-первых, ослабление валюты вызвала война в Украине. Она спровоцировала глобальный энергетический кризис. Европа зависит от российских энергоносителей. И после сокращения импорта цены на мировом рынке нефти и газ взлетели. Экономика Евросоюза оказалась не в лучшем положении. Многие производства сейчас под угрозой закрытия. Странам нужно срочно искать новых поставщиков. И все это очень-очень дорого. Расходы Европы становятся больше, чем доходы. А инвесторы не очень хотят вкладываться в экономики проблемных стран. И вот поэтому доллар для них становится более привлекательным, чем евро. Во-вторых, в мире бушует инфляция. Она, кстати, тоже появилась из-за ковида и войны в Украине. США и Европа решили по-разному с ней справляться. Федеральная резервная система США, то есть Центробанк, начал повышать ключевую ставку, процент под которой она дает кредиты коммерческим банкам. А чем выше ставка, тем меньше на рынке валюты и тем дороже она стоит. А вот Европейский Центральный Банк до последнего отказывался эту ставку повышать. Кредитные ресурсы оставались легкодоступными для бизнеса, который должен был разогнать экономику после ковида. Когда стало ясно, что евро начинает падать, ЕЦБ решил изменить подход. Ожидается, что на заседании 21 июля регулятор повысит ставку, чтобы не допустить еще большего ослабления евро. А падать ему есть куда. Аналитики Bloomberg считают, что еще чуть-чуть и евро опустится до 90 центов США. Это, в свою очередь, еще больше усилит инфляцию в Европе. Повлияет ли снижение евро на рубль? В целом нет. Если бы импорт из Европы сохранился в прежнем объеме, то это привело бы к снижению цен. Сейчас импорта нет, так что россияне точно не почувствуют удешевление евро. Вряд ли в ближайшее время Россия резко наладит связи со внешним миром. И вряд ли Путин в сию минуту прекратит войну. А с последствиями от его действий приходится сталкиваться всему миру. А мы переходим к новостям с фронтов. На севере Генштаб ВСУ продолжает укреплять позиции на границе с Белоруссией. Уже несколько месяцев украинские военные здесь роют окопы и строят блиндажи. А белорусская армия, тем временем, проводит очередные учения. Из территории Белоруссии не прекращаются обстрелы с использованием российских ракет и авиации. Российская армия продолжает артиллерийские обстрелы приграничных территориях в Сумской области. В СУ приходится концентрировать войска и у этой части границы. Теперь о Харькове. Вчера российская армия снова попробовала штурмовать Дементьевку. Но украинские военные заявили, что отбили эту атаку. Здесь под огнем российской артиллерии круглосуточно находится не только линия фронта, но и сам город Харьков. Украинская армия пытается отодвинуть российские подразделения подальше от города, чтобы вывести Харьков из зоны поражения российской артиллерии. По словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, Россия перекинула сюда дополнительные подразделения. Они расположились неподалеку от Волчанска, чтобы прикрыть его от возможного наступления украинской армии. Через Волчанск проходит железнодорожная ветка, по которой идет снабжение группировки российской армии «Уизюма». Одно из самых крупнейших формирований российских войск в Украине. Под Донецком фронт в основном не движется. Главные боевые действия тут разворачиваются у Марьинки. ВСУ вчера отбили очередную атаку на этот город. С самого 24 февраля Марьинку штурмуют подразделения так называемой ДНР и российской армии. Также бои идут в районе Авдеевки, где ВСУ пришлось покинуть село Каменка. На юге Украины российская армия давно перешла к обороне. Она сейчас возводит укрепления вокруг Антоновского моста. Именно через него российские подразделения на правом берегу Днепра пополняют свои резервы. Привозят боеприпасы, новых бойцов, технику, топливо, воду и провизию. Российская артиллерия наносит удары по позициям ВСУ, чтобы предотвратить подготовку их наступления. В ответ украинские хаймерсы продолжают уничтожать склады с боеприпасами, железнодорожные мосты для их подвоза и пункты управления российской армией. А вот на главном участке фронта у Славянска и Краматорска идут уже более значимые бои. Российская армия штурмовала село Курулька на дальних подступах к Славянску. Но ВСУ атаки отбили. На новом участке фронта от Северска до Бахмата тоже идет ползучее наступление российских войск, подразделение ЧВК «Вагнер» и так называемое ЛНР. Сейчас главная цель этого наступления – города Северск и Солидар. Причем в районе Северска наступление идет вдоль реки Северский Донец. Российские войска занимают южный берег реки, пытаясь там закрепиться. И затем с северного берега переправляется дополнительная техника и подразделения, которые за несколько месяцев войны так и не смогли форсировать реку самостоятельно. Британская разведка выпустила отчет, где указала, что Россия в ближайшее время не способна провести крупную наступательную операцию. Ну, по типу захвата Лисичанска, например. У нее для этого попросту не хватает бойцов. А вот аналитики Института изучения войны указали, что в России в каждом регионе сейчас идет формирование добровольческих батальонов. Местные военкоматы призывают добровольцев подписывать контракты. Несколько сюжетов о комплектовании таких подразделений показали на российском ТВ. Эксперты считают, что так российское командование сможет поставить под ружье около 30 тысяч новых бойцов и после месячного обучения усилить ими войска в Украине. Твиттер подал на Илона Маска в суд за отказ покупать соцсеть. Его обвиняют в недобросовестности и совершении действий против сделки. ИСЦИ попросили об ускоренном четырехдневном рассмотрении дела. На переговорах в Стамбуле по вопросам транспортировки украинского зерна удалось прийти к нескольким договоренностям. Россия согласилась на перемирие на время перевозки грузов. А Турция взяла на себя ответственность досматривать украинские суда, чтобы вместо зерна на них не перевозили оружие. США и Израиль во время переговоров подписали обязательство не допускать создания ядерного оружия в Иране. Обе стороны заявляют, что они готовы использовать все элементы своей национальной мощи, чтобы добиться этого. Мы не забыли и про ваши вопросы. Под позапрошлым видео вы поставили более 8 тысяч лайков. Так что, как обещала, сейчас я разберу наиболее интересующие вас темы. Пользователь с ником KoganVex спрашивает, что сейчас происходит в Каракалпакстане. В конце июня в регионе начались массовые протесты. Погибли мирные жители и силовики. Причиной стали поправки к Конституции, которые лишали регион возможности проголосовать за свою независимость. Сейчас в автономии ограничен интернет. Журналистам угрожают силовые структуры. Поэтому восстановить полную картину событий пока сложно. Но ясно одно. Президент Узбекистана Шавкат Мерзиёев получил сильный удар по своей репутации. Он пытается это исправить, отменив поправку. Но доверие Каракалпаков это вряд ли вернет. 4 июля Генпрокуратура Узбекистана заявила, что в результате волнений в Нукусе, столице республики, погибло 18 человек. 243 ранены и 516 задержаны. Среди пострадавших 38 полицейских. Скорее всего, это не окончательная информация. Местные СМИ сообщают о десятках местных жителей, ожидающих новостей о своих близких возле больниц, СИЗО и моргов. Узбекским государственным СМИ запрещено писать о случившемся. А иностранных журналистов не пускают к пострадавшим. Сейчас беспорядки подавлены, введен комендантский час, демонстрации запрещены. Въезд в регион также ограничен. Активисты пишут в социальных сетях, что власти задерживают жителей, но потом сразу же отпускают. Кабельный интернет в республике по-прежнему не работает. Мобильный интернет доступен не всем, и скорость его намного медленнее, чем обычно. ЧП продлится в регионе до 2 августа. В Центральной Азии пока нет какой-то конкретной реакции на случившееся. А вот Западу оказалось не все равно. США потребовали прозрачного расследования столкновений. Евросоюз обратился к власти государства с требованием освободить заключенных активистов и не мешать работе журналистов. А на этом на сегодня все. Не забудьте поставить лайк этому видео и обязательно пишите ваши вопросы в комментарии. На самые интересные мы ответим в одном из следующих выпусков. Хорошего вам дня и до завтра. Субтитры создавал DimaTorzok